25 произведений живописи из коллекции музея-заповедника Абрамцева теперь в Ингушетии. Среди них известные в художественном мире – оккупация, память, трудная победа, прощальный марш, раненая земля, девочка и война. Творчество Евгения Кольченко несет в себе ярко выраженный антивоенный характер. Названия его картин говорящие – раненая земля, оккупанты, скорбь – открывают выставку известного художника в мемориальном комплексе на Сыркорте «Почетные гости», в их числе и председатель правительства Ингушетии. Отлены главы республики, именанты Владимира Шеремовича, чтобы дали возможность нашим жителям прикоснуться к этому творчеству и накануне как раз такого священного дня – Дня Победы. Поэтому спасибо большое. Ну и всем нашим жителям просто необходимо еще прийти, посмотреть, прикоснуться к творчеству. И дай ему все-таки с наступающим праздником. Конечно. С Днем Победы. Мы присутствуем на очень знаменательном событии в нашем регионе, культурное событие. И символично то, что происходит накануне Дня Великой Победы. Вы правильно сказали. Это творчество, но тихо, но очень убедительно, очень искренно, что вот такого никогда нигде не должно случиться. Никогда. И нас в этом... Эти прекрасные работы, которые души, они нас в этом убеждают. Нам очень приятно, что вы сегодня здесь, на нашей маленькой и благородной семье, что вы проводите такое важное мероприятие, приуроченное к 76-летию Победы и к 10-летию. И важность всего этого мероприятия, конечно, мы знаем, что особенно важно для добросающего поколения, чтобы наша молодежь знала, через что проходили наши отцы, длины и особо. Благодарность хотелось бы выразить Министерству культуры Российской Федерации, что в рамках наш регионального сотрудничества проводятся другие мероприятия. Спасибо вам, что я был к вам крепким здоровьем и дальнейших успехов в вашем ведомке. И хотелось бы от Министерства культуры вручить вам благодарность. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Евгений Кольченко – художник, монументалист, живописец, скульптор, педагог. Художник всегда отводил композиции главную роль в искусстве. Закономерно, что произведения, объединенные темой войны, собраны в ансамбль, где картины слова одной песни. Эту серию он назвал своим военными живописями, объединив их в цикл «Я видел». Коллекцию даже работы этого художника мы получили в дар. В дар несколько лет тому назад. Она составляет достаточно большой объем, если так говорить, более 150 работ. Здесь представлено только 25. Но, наверное, потому что здесь нельзя сказать, что это единый-единый рассказ. Он, может быть, даже не совсем получился вот таким плавно переходящим от начала военных действий. Вот мы видим здесь на работе, когда вот эта девочка стоящая видит летящие самолеты с непонятно какими знаками. И далее вот эта работа, которая называется «Живая мишень», когда людей ставили, и, естественно, происходили все эти нехорошие действия. И далее, далее, далее мы идем и приходим уже здесь. Здесь замечательные работы, работы художника, которые говорят уже о победе и великой нашей Родины. По словам экспертов, выставка «Я видел» – это страстный призыв к современникам и потомкам понять, что значила Великая Отечественная война для страны, а осознать, какой глубокий и неизгладимый след оставила она в истории страны, в судьбе и в душе каждого из современников. В принципе, все настолько реалистично, все настолько пройдиво. Меня потрясла работа «Расстрел». Здесь мы даже в цвете видим, что это трагедия, понимаете, что есть убежденность в своей правде, и человек мог бы избежать этого расстрела, но его желание стоять на своем, стоять до конца на своем, его убежденность в своей правде и в правом деле. Эти картины не могут не вызывать эмоции, потому что они такой, как бы, очень острый нерв вот тех переживаний, которые люди пережили вот в то время. Пережив войну в отрочестве, Евгений Андреевич всю жизнь ощущал бремя неоплаченной благодарности перед теми, кто пал, перед теми, кто выжил в окопах. Как человек чести, настоящий интеллигент, он сверял каждый свой поступок с высокой нотой подвигов отцов, старших братьев, а как талантливый художник сумел передать остроту этого чувства средствами живописи. Именно это делает военный цикл Кольченко уникальным явлением. Амина Бокова, Асха Белокиев, Новости 24.